Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Сегодня мы проверим, можно ли отпугнуть клещей при помощи масляного раствора ментола. Ментол имеет довольно резкий, устойчивый запах и вполне может отпугивать клещей. Вот сейчас и проверим это предположение. Пропитываем периметр круга ментолом. Да, как же свежо стало вокруг! Мы это четко почувствовали, но вот почувствуют ли клещи, еще не понятно. Ждем пока ткань подсохнет. Запускаем первого клеща. Поразит смело и решительно бросается на утек. Однако, добежав до границы ментола, кровопийца останавливается и начинает медленно, но верно продвигаться вперед, как солдат со щупом, который отыскивает мины. Видно, что ментол клещу не нравится. В какой-то момент паразит теряет ориентацию и возвращается обратно в круг. Затем еще один забег уже в другую сторону. И все-таки свобода. Высаживаем в круг второго клеща. Кровопийца делает подъем с переворотом и бросается к границе круга. Запах ментола его резко останавливает. Клещ разворачивается, чуть отходит в сторону и зависает на какое-то время, словно компьютер. Ему явно требуется перезагрузка. Как по щелчку, паразит снова включается и опять бросается на утек. Сейчас он бежит, как человек, который зажмурил глаза и одновременно задержал дыхание. Третий клещ пошел. Кровопийца начинает быстро двигаться к границе круга. Дойдя до линии ментола, его движения становятся осторожными. Он то прямо, то боком движется вперед. В какой-то момент клещ начинает смело бежать по обработанной ментолом ткани наискосок. Все понятно, эксперимент закончен и можно делать выводы. То, что ментол клещам не нравится, это факт. Однако, реально отпугивать паразитов или создавать на одежде или на коже непроходимые барьеры, он не в состоянии. С некоторым сожалением делаем вывод, ментол клещам не помеха и, как отпугивающее средство, использоваться не может. До новых встреч, друзья!